Еще до официального начала 28-й международной олимпиады по информатике среди школьников Казань успела войти в историю соревнований. В этом году столица Татарстана приняла у себя рекордное количество стран-участниц, всего 88 делегаций. Среди них лучшие школьники-представители своих стран, каждый из которых прошел строгий отбор. Поэтому организаторы олимпиады сделали все, чтобы оставить у ребят яркие впечатления от турнира и пребывания в третьей столице России. Нашим участникам я желаю найти новых друзей, получить позитивные эмоции и подготовиться усердно к следующему году. Так мы сделаем этот мир еще чуточку лучше. На церемонии открытия соревнований было все, что любят юные компьютерные гении – видеошоу, 3D-графика, лазерное и световое шоу. Не менее эпичным стало официальное объявление открытия олимпиады с участием высокопоставленных гостей. 28-я международная олимпиада по информатике объявляется открытой. К тому же гости олимпиады наконец-то смогли увидеть частичку национальной культуры России и Татарстана, представленной лучшими творческими коллективами республики. Церемония выдалась очень информативной, но в то же время развлекательной. Это было удачное сочетание современных технологий и национальной культуры. Надеюсь побольше узнать о Татарстане за эти несколько дней. «Мне понравились татарские танцы. Для нас это очень необычно, но в то же время так красиво. Ну и, конечно же, впечатлило световое шоу». За победу на олимпиаде будут бороться 324 школьника. Особое внимание будет приковано к сборным России, США и Китая. «Мы всегда рассчитываем на высокие места. Пока состоялось 4 предметных олимпиады международных по математике, физике, химии и биологии. В каждой из этих олимпиад наши команды выступили удачно. Так что мы, конечно, рассчитываем и на этой олимпиаде по информатике в Казани, тем более у нас дома в нашей стране хорошего результата». Напомним, наш телеканал «Универсмотри» ввел прямую трансляцию с торжественной церемонией открытия 28-й международной олимпиады по информатике среди школьников. Диана Авакян, Руслан Уразаев, Универньюс.